можно автомат человеку пока так потом переоденусь это машина шатан машина но это немецкая автомобиль фолькшваген год выпуска 89 но выпускали его 79 года ну для афгана конечно такая редкая машина что она европейского сам используя с азии nissan toyota и тому подобное в данном случае доппель кабин двойная как же в принципе на них катались больше мирные жители поскольку она в данном случае она не полноприводная задний привод вот катались на ней мирные жители возили всякую еду мешки как мы видим а когда нужно было пересесть начать воевать ставили пулеметы всякое оружие и ходили на нем воевать поэтому как бы номер саны и для мирных жителей подходит и для войны бронемашины нет это просто пикап это просто пикап не вот условно чем сравнить это с тачанкой можно сравнить рабочая рабочая лошадка до типовая рабочая лошадка маджахедов которые ездили по горам накатались на ней поэтому почему потому что на неудобно возить грузы наверх закидывали в кузов душки шлак возили как многому больше провианта загружали по полностью обратно они ездили там уже смотрят не заряжались как бы это такая универсальная машина для войны в горах что за номера у вас номера ну это сделано сам кабульские частные ну и цифры срисовали с интернета это цифра да вот там 5 цифр рисовал сам сам рисовал просто оригинальный не могу найти пока на самом деле ставили турели под пулеметы под допустим всякие реактивные установки на броню скажем это не те машины они большой груз не возили то на полторы максимум чтобы обшить железом это были же к сирии наверное тогда ездили на простых машинах просто усиливали пулеметным установками может мешки немножко подкидывали то есть сильно броню это они и не было и железа и сварки такой степени как сейчас поэтому основном что такое подручное больше все подручное бронировать это мешки с песком накидал максимум как с камнями с песком максимум что можно было сделать тактика была какая-то вот как на тачанке то есть подъехать и отстреляться быстро уехать тогда она только появлялся скажем так в основном перемещение передвижения сопровождение грузов каких-то караванов там подобное нападение в основном участвовать на ней сами понимаете против какой-то бронюрной машины бесполезно ее расстрелять поэтому она подъезжала там добивала кого-то и загружала груз какой-то в основном подвозить моджахедов куда-то и сопровождение на какую-то точку чисто передвижение можно сказать уйдем Продолжение следует... Продолжение следует...